Работа – создавать шедевры. Более 27 лет Оксана Гаврилюк преподает технологию в седьмой школе. Первые работы до сих пор в памяти. Это было плечевое изделие, летние платья, сарафаны, рубашки. Причем мы даже устроили показ моделей. И у нас это было настолько ярко, настолько значимо и красиво, что здесь собрались много учителей, детей, родителей. И был прям целый подиум. На первый взгляд технология – это просто, но это не так, считает Оксана Гаврилюк. Чтобы создать изделие, нужно произвести расчеты, подобрать материалы, подготовить выкройки. Полученные на уроке технология знания пригодятся не только будущим швеям. Когда ребенок уже создал что-то, у него, естественно, уже не меняется к себе отношение. Ага, я вот это могу, я это сделал, я это покажу. То есть хочу, могу и делаю. Это самые ключевые слова. А если проект у нас удачный и ребенок испытывает в этом интерес, естественно, я выхожу на какой-то уровень, готовлю к каким-то конкурсам, к олимпиадам. Накануне с победой в региональном этапе Всероссийской Олимпиады школьников вернулась ученица Оксаны Гаврилюк, Анна Хребкова. Их совместный проект – джинсовый костюм с кожаными вставками. В его создание участвовала вся школа. Приносили старые джинсы, лоскутые ткани. Из них сшили стильный бомбер и юбку. Затем украсили их вышивкой. Очень нравится творчество и создавать что-то свое, неповторимое, особенное. Началось все с занятий в школе искусств. С первого класса я занималась в школе искусств. Потом меня заметила Оксана Анатольевна. И с пятого класса я начала готовиться уже непосредственно к самой олимпиаде. И добилась таких успехов. На самом деле за такое большое количество времени уже сработались, как бы притерлись друг к другу. И уже намного проще и эффективнее работаем вместе. Сейчас Оксана Гаврилюк готовит ученицу к заключительному этапу Всероссийской олимпиады. Она состоится во второй половине апреля. Но на этом все не заканчивается. У Оксаны Анатольевны еще множество творческих идей. Алла Ислаева, Данила Индюков. Новости Губкинского.